Добрый день, программа Paradox, студия Степана Демура, телефон студии 8495-6510-996, звоните, а также можете писать на наш e-mail finam.fm Сегодня мы обойдемся без политики, экономики и вообще всяких великих национальных идей, поговорим об очень интересной теме, это о вазочках, сервантах, монетках, иконках, то есть о рынке антиквариата. У нас в гостях Сергей Юнин, председатель совета директоров Восточноевропейского антикварного дома. Добрый день, Сергей. Добрый день. Ну, первый вопрос, вот вы работаете на этом рынке, как вы определите, что такое рынок антиквариата? Ну, можно я вас поправлю? Вот для меня прям ухо режет, когда вы начали говорить о монетках, сервантках, ну, это монеты, это серванты. Я понимаю, что это за меня, я очень уважительно к этому отношусь. Рынок антиквариата многие годы складывался закрытым, потому что, по многим причинам, на самом деле, потому что еще из Советского Союза сложилось так, что закуп и продажу одного серебряного рубля можно было сесть в тюрьму по 88 статье валютной махинации. Сейчас этого нет, но еще память об этом, безусловно, осталась у людей. И, мне кажется, антиквариат сейчас, это единственный рынок, который остался неохваченным государственным контролем. Он неконтролируем государством, и это наносит ущерб, прежде всего, самому рынку, а рынок почему-то об этом не хочет понимать. Ну, вы же, наверное, обращали внимание, что в последние годы об антиквариате практически не говорили. Какие-то возникающие скандалы там на западных аукционах. Это мы слышали по перепечаткам, причем, той прессы западной. Рынок молчит о себе. Молчит, потому что, к сожалению, слишком много фальшивок циркулирует на рынке. Слишком много людей из этого сделали бизнес большой себе. Поэтому не платят налоги, поэтому все в черную делается. Тем самым закрытый рынок не привлекает к себе новых людей, новых коллекционеров, новые инвестиции. То есть, тем самым, он закрытый рынок наносит ущерб, финансовый ущерб. Люди теоретически это понимают, а практически не хотят этого знать. Но вот мы, наверное, первые, кто начали. Вот мы говорим об этом, потому что мы... Я просто не коллекционер, не антиквар совсем. Да, я банкир. Я вот со своим банковским подходом, я просто понял, что в этот рынок надо идти. Для того, чтобы его систематизировать, открыть. А для этого нужно платить налоги. И мы к этому готовим, мы только так и делаем. Может быть, поскольку рынок серый, это может быть многим выгодно? Можно я вас поправлю? Я считаю, что на Западе этот рынок серый, а у нас он черный. Хорошо, черный. Да, это выгодно тем людям, которые мыслят на один сегодняшний день. Продавая фальшивый предмет человеку, они сегодня получают прибыль. Но на завтра они этого человека уже, как потенциального коллекционера, как потенциального инвестора, уже не получают никогда. Недавно у нас был такой случай, когда моего хорошего знакомого пригласили посмотреть одну коллекцию очень богатого человека. Когда он посмотрел коллекцию, он спрашивает, скажите, вот вам честно сказать, что я здесь вижу или как? Он говорит, конечно, говорит честно. Он говорит, вы знаете, извините, но у вас 80% предмет фальшивый. Он говорит, этого не может быть, потому что я вот таких вот людей покупал. Он ему посоветовал сходить в исторический музей. Сходил человек. Когда в следующий раз мой приятель позвонил ему, то он послал куда подальше и этого человека, и Государственного инвесторического музея, и нумизматику в целом. То есть тем самым те люди, которые зарабатывали на этом, но они не получили на многие годы человека. Это недальновидность, это жадность человеческая, ограниченность. Но ведь если такой рынок, то там же ведь можно отмывать деньги. Может быть, что-то с этим... А каким образом отмывать? Вот расскажите мне, пожалуйста. Ну вот преступные доходы, как называют. Ну вот, ну смотрите... Нет, очень часто многие говорят об отмывании. А я вам пример что-то приду. Вы наивный, может быть, пример наивный, с моей стороны. Ну вот смотрите, скажем... Вот есть неучтенные наличные деньги, допустим, да? Дальше. В Сбер вы купить золото не пойдете. Да, там нужно, там вас тут же пошлют в мониторинг. Хорошо. Пошли купили золото, да? Пошли купили каких-то старых золотых монет серебряных. И все. И сдавать в скупку потом? Ну может быть. Ну купили, и все. Купили, и что? А где отмывание? Потом можно попытаться вывезти за границу, продать там. Так точно с таким же успехом можно попытаться вывезти эти наличные деньги, на которые вы их покупали. Здесь отмывания я не вижу, на самом деле, никакого. То есть это не причина того, что рынок остается в таком состоянии? Нет, абсолютно нет. Совершенно нет. Это мошенничество. К счастью, конечно, ну не все коллекционеры, не все дилеры являются там недобропорядочными. Очень много порядочных людей, и это хорошо. Но в основной своей массе, к сожалению, все-таки рынок все равно апеллирует же неучтенными деньгами, не через кассу. Это же деньги все неучтенные, на котором гуляет на самом деле очень много денег. И для того, чтобы рынок начал систематизироваться, начал обеляться, безусловно, рано или поздно государство наверняка об этом задумывается, что нужно принимать закон об антиквариате. Потому что я считаю, что это несколько миллиардов долларов в год циркулирует. Как раз у вас хотелось спросить, вот объем рынка, это несколько миллиардов, да? Вы понимаете, черные деньги посчитать, конечно, невозможно, да? Ну, оценки же есть какие-то. Мне кажется, да, что это миллиарда два, наверное. В год? В год. Монета может быть миллионов пятьсот-шестьсот, может быть больше. Ну, где-то вот шестьсот-семьсот, наверное. Да, потому что монеты, если не брать живопись, да, то это самое, как бы, деньгоемкое, вот, направление антиквариата. И, к сожалению, вот опять о закрытости рынка, я именно из-за этой закрытости начал заниматься антиквариатом, потому что я прекрасно понимал, что нужно открывать, и первый открыватель как раз сможет заработать. Я не филантроп. У нас есть телефонные звонки. Вячеслав, добрый день. Алло, добрый день. Алло. Да, да, Вячеслав. Добрый день. Вот по поводу рынка антиквариатом, вот именно нумизматики, да, которой идет речь, да, вот занимаюсь этим, увлекаюсь, много покупал, да, то есть, значит, ну, в моем понимании рынка вообще никого не существует. Есть пять дилеров в Москве или шесть, да, которые просто, как бы, контролируют все, да, то есть все покупают и продают, все покупают через них. Все цены, да, то есть на аукционах, они выдуманы, надуты и полностью, знаете, там, монета ставится какая-то на аукцион, да, на нее какой есть, там, минимальный, ниже чего не продавать. И все эти аукционы, да, российские, напоминают какой-то цирк, да, и разница в цене 20% комиссии, 20% туда никак не компенсируется, это первое, да. Во-вторых, рынок очень маленький, и, правильно говоря, что огромное количество подделок, и разбирается в этом, ну, в России, ну, 3-4 человека. Вот такая вот ситуация с рынком нумизматики. По поводу рынка, там, единственный плюс, как бы, антиквариат, это, конечно, то, что нету налогов на роскошь, там, на, вот, который сейчас вводится в России, да, конечно, но рынка нумизматики нету, фактически. Вот такая вот ситуация. Мне можно отвечать даже? Конечно, конечно. Рынок, безусловно, есть. Вы можете и сами задавать вопросы ради слушателей. Он бессистемный и неупорядоченный. Вот для того, чтобы понять реальные цены, я вкладываю много денег в монеты. И для того, чтобы понять реальные цены на монеты, у нас будет аукцион 1 июня, в котором все старты будут по одному доллару. И я считал, так же, как вот и вы думаете, вернее, считаете правильно, что у нас многие годы последние наши аукционные дома не мотивированы через вот эти вот так называемые резервную цену поднимали цены на предметы. Не мотивированы, еще раз. Антикварные дома играли, да, на увеличение цены. Мы этого не делаем. Я с первого аукциона своего, я сказал, публично сказал, и в каждом своем выступлении я говорю следующее, что наш аукционный дом никогда не будет участвовать в игре на увеличение цены. Для того, чтобы понять реальную цену, мы около 500 лотов у нас будет на аукционе, выставляем их по одному доллару. На нашем сайте, кстати, вот уже каталог опубликован, там можете посмотреть, увидеть. Потому что я не понимал логики, какая разница на 50% дешевле рыночной стоимости поставить, да, на 20%, да, это явно мошенничество уже, да, или на 1 доллар. Вот я поставил на 1 доллар, ну, во-первых, это веселее неординарно, во-вторых, аукцион, который выставляет предметы с 1 долларом, может больше денег уже на пиар, на свою, на рекламу не тратить, потому что придут все равно. И я совершенно уверен, что в ходе торгов будут опубликаны рыночные цены, а поскольку все-таки азарт присутствует всегда на аукционах, да, это должно быть шоу, что мы пытаемся делать, то я думаю, что поддавшись азарту даже, ну, дороже продадим предметы, чем они стоят. — Сергей, как раз хотел вас спросить, а каков вообще механизм ценообразования на рынке антиквариата? — Что такое рыночная цена? Рыночная цена — это анализ сделок, по которым этот конкретный предмет продавался, когда он продавался. Поэтому для тех людей, которые занимаются этим как бизнесом, безусловно, если предмет продается часто, он имеет твердую сформированную цену. И здесь заработать для деле очень сложно. Поэтому заработки для людей, которые занимаются антиквариатом, идут только на тех предметах, которые в продаже не бывают. Вот тот же самый наш Иван Антонович знаменитый, который продали за 3 миллиона 600 на последнем аукционе Синкона в Швейцарии, 3 миллиона 600 тысяч швейцарских франков — это больше 4 миллиона долларов. Этого предмета никогда не было в продаже. Их, в принципе, этих монет не было. Это пробные монеты. Поэтому за такие монеты или за такой любой антикварный предмет можно сказать, какие угодно деньги. Вот тот же Константин, да, Константинский рубль. Их 5 штук было. Можно сказать, что он стоит 100 тысяч, ты будешь прав. Можно сказать, что 10 миллионов — это тоже будешь прав. Цены нет. — Но по факту аукцион определяет цену. Вот сколько дали, столько и дали. — По факту определяет рынок. Рынок — это кто как платит, а все остальное — это виртуально. — Извините, я еще хотел сказать насчет фальшивок. Человек спрашивал, вернее, утверждал, что огромное количество фальшивок, огромное. И для этого, поскольку институт экспертизы по непонятным для меня причинам, не объясним для меня причинам, как институт, как вот система отношений разрушена, его не существует. Если раньше этим занимался госохрана культуры, то сейчас не занимается никто. У нас даже некому выписать удостоверение эксперта, безумие. Поэтому мы вынуждены создавать свой институт независимой экспертизы, российский институт независимой экспертизы. Я в этот институт буду собирать лучших экспертов, и обязательно он будет обучающим институтом, потому что эти люди должны свои знания передавать. Сейчас у нас, кроме Ширякова, который все заключения пишет, это заведующий нумизматическим отделом Государственного исторического музея, у нас никого и нет. Этот человек на свою грудь принимает все удары, все плевки, все что угодно, но он стоит в своей же грудь на защите рынка от подделок. И поэтому мне казалось, что тот человек, который решит проблему фальшивок, вернее, экспертизы фальшивок, тот решит проблему рынка. Плюс к этому, извините, мы еще, поскольку я все-таки банкир, плюс к этому мы еще предлагаем людям... Сергей, должен вас прорвать, мы должны прорваться на новости. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, у нас в гостях Сергей Юнин, председатель сайта директоров Восточноевропейского антикварного дома, и разговариваем мы сегодня о рынке антиквариата в стране. У нас есть телефонный звонок. Роман, добрый день. Добрый день, Роман, Москва. Один тест, два вопроса вашему гостю. Ну, вот существует Китайская народная республика, в которой производство фальшивок и подделок – это целый очень заметный сектор, так сказать, бизнеса, и прекрасно они себя чувствуют уже, в общем-то, столетия. Вот. Постоянно находят покупателей, и все у них в этом отношении в порядке. Вот. Значит. Есть два вопроса. Значит, эксперты по всевозможным произведениям искусства, антиквариата и прочее. Каков критерий этих экспертов? Вот был фильм Орсона Уэллса под названием «Фальшивка» в 1975 году. Замечательно. Там все это расписано. Что это за люди? Кто им выдает дипломы? И прочее, и прочее. То есть, эксперт, кто он? И зачем он? И второй вопрос. Он, может быть, не совсем по профилю. Может быть, ваш гость в курсе. А чем закончилось дело директора Эрмитажа Петровского? По поводу воровства в Эрмитаже. Карпин. И все очень мутно как-то было. И как-то все это ушло в песок. Можно отвечать? Да, конечно. Давайте я с конца начну. Чем закончил дело Петровского, я не знаю. И как-то никогда не интересовался. Мне это не очень интересно. Первый вопрос, который задали. Китай не выдает производимые вещи за подлинные. Они честно так и говорят. Именно так. Да, и здесь проблемы большой нет. Или в Румынии есть фабрика Гале по производству стекла. Они производят стекло, подпись Гале, но они говорят, что это новое Гале. Правильно. Там так получилось исторически, что когда во время аннексии Германии Лотаринги, Гале должен был эмигрировать. И он расположил два своих предприятия. Одно в Румынии, которое сейчас работает, а второе во Франции. Румынский Гале – это румынский Гале. Хотя некоторые, к сожалению, румынский Гале продают как подлинный Галик, как настоящий. Институт экспертизы разрушен. Я вот об этом говорил уже сегодня. И поэтому мы вынуждены создавать спасение топающих, дело рук самих у топающих. Поэтому мы создаем свой институт независимой экспертизы, в который будем собирать. Мы выполняем задачу, на самом деле, которую должен был делать Министерство культуры. Мы собираем туда экспертов. Мы покупаем, заранее покупаем хорошие, самые лучшие современные оборонные экспертизы. Собираем большую научно-техническую библиотеку для этого. Кто выдает диплом, ну не диплом, а удостоверение, вообще должен Министерство культуры знать. Сейчас, по-моему, вообще никто не выдает их. Критерии к эксперту, наверное, это многолетняя работа. Но ведь есть же разные экспертизы. То есть это уже, мы сейчас в науку пойдем. Пока вот если говорить о монетах, то это сравнительная экспертиза. Когда берут монету, которую принесли на экспертизу, идут запасники, достают. Аналогичную монету и начинают сравнивать. Безусловно, эксперты тоже ошибаются. Но мы прервали, вернее, нас новости прервали. Я хотел сказать следующее. Мы просто вышли с такой услугой на рынок, и это была идея главная, что ведь экспертное заключение это еще не деньги в ответственности. Это просто экспертное заключение. Да, замечательно, это лучше, чем ничего. Но это не финансовый документ. Поэтому мы предлагаем как дополнительную услугу банковскую гарантию на это заключение. То есть если эксперт ошибся, если заключение оказалось ошибочным и предмет все-таки неподлинный, то банк гарантирует, свои банковские гарантии выплату денег на тот предмет, гарантирует деньги эквивалентные, то есть сумму, которую человек потратил, покупая какой-то предмет в нашем антиквартизмном доме с этим заключением, если оно ошибочным окажется. Вот финансовые гарантии еще, в принципе, никто не прилагал. А на Западе тоже? Такая практика существует? Не банковские гарантии. Есть в страховых компаниях и в России, и на Западе, есть такой вид услуги, как страхование профессионального риска. В России еще он не популярен. А с экспертами по антиквариату вообще еще этого никто не делал, никто не страховал. Надеюсь, что мы сможем с рядом компанией договориться, мы уже договариваемся. Но мы договариваемся так, чтобы они страховали уже экспертное заключение института экспертизы, который мы создаем. А на Западе это общепринятая, на самом деле, практика. И почему на Кристе, на Содби заключение экспертов не страхуется, я не знаю. Если бы, допустим, Виксельберг с его кустодием заключения эксперта, который писал, что картина была бы застрахована, то вообще бы проблем не было, скандала бы не было, адвокаты спокойно совершенно пошли в страховую компанию и получили бы деньги. А что там за история просто? Не в курсе. Ну, это громкая история, когда на аукционе, вы знаете, сейчас, вот просто не хочу соврать, я не помню, на каком из наших монстров международных аукционах, купили картину Виксельберг и Кустодиева. То ли 7, то ли 9 миллионов долларов. Ну, дорогая картина. Она оказалась фальшивой. Да, и вот через суд деньги были выплачены Виксельбергу, ну, покупателю. Если бы это заключение эксперта было бы застраховано в страховую компанию, они, конечно, пошли бы в страховую компанию. А сколько стоит страховка в процентах? Это же очень индивидуально все. Ну, разные виды страхования существуют. Я не страховой агент, я не страховая компания, но они... вот вопрос такой, я не могу на него ответить. Это лекция, наверное, часа на полтора, наверное. То есть вы пытаетесь практически банковской гарантией подменить на какое-то время страховые гарантии? Да, безусловно. Потому что, ну, долго думают страховые компании. Мы объясняем, они долго думают, но я надеюсь, что все-таки поймут в итоге. Но у них же базы данных нет, как они будут страховка в проценте делать. Нет, они просто ничего в институте не понимают, вернее, в взаимоотношениях этих. Но я, кстати, ведь тоже не понимал. И очень хорошо, что я пришел с чистыми глазами. Я не знал, как проводить аукционы, я не знал, как выстроить этот бизнес. Поэтому я выстраиваю так, как я вижу. А сколько у вас времени заняло понять этот рынок? Ну, вы знаете, мы открылись 13 декабря прошлого года. То есть 4 месяца назад. Ну, за 4 месяца я понял. Не, ну вы же не просто так открылись. Вы же ведь наверняка до этого что-то уже знали о рынке. Нет, я начал знакомиться с этим рынком с 11 лет. В 11 лет, я помню, я начал собирать марки почтовые, потом монеты. У меня папа был коллекционером. Но я не был, я не настоящий коллекционер. Я не могу быть фанатиком. Я не уделяю этому. Ну, по крайней мере, вы имели какое-то представление о механике этого рынка? У меня, по последней точке, у меня в отношениях с этим рынком поставило... Я был в Париже, и как-то случайно сложилось. Я раза три в течение одного дня проходил рядом с Озбисом, с Озбисом, да? И думаю, ну как же так, униживших же есть, а у нас никого нет. Меня мою патриотическую, как бы, гордость это задело. Я серьезно говорю, без шуток, это правда. Думаю, ну как же так, почему же у нас нет ни одного такого сильного, серьезного игрока на этом рынке? А потом, приехав в Москву, я на следующие выходные, случайно, опять же, гулял по Арбату и зашел в магазин, купил какую-то статуэточку мэйсоновскую. И мне дали вот чек, а я сразу вижу, что это чек какой-то такой, знаете, не хочу людей обвинять, но, по-моему, мне показалось, что это не совсем правильный чек. Когда я начал просить хоть какой-нибудь еще документ, мне сказали, что ничего нет, типа, уйдите не мешать работать. Я понял, что нужно, вот у нас в магазине и на аукционах все предметы без исключения, начиная с стоимости 150 тысяч рублей и выше, ну для антиквариата это нормально, продаются только с экспортными заключениями. И мы делаем все по-честному, мы даем нормальные документы людям. Потому что, если дилер мне что-то продает, дает честное слово, то я потом дилерское это честное слово к своему предмету не приложу. Хотя я знаю, допустим, что предмет натуральный, но бумаги все равно здесь, я считаю, что это очень важно. Это уже возникают какие-то юридические ответственности. А вот сейчас давайте возьмем телефон за ног. Добрый день, Вячеслав. Добрый день, я вот вам звонил опять, хочу поправочки там какие-то искать. Я так понимаю, что ваш гость хочет сделать, ну как бы произвести страхование как бы монет. Абсолютно правильно понимаете. Да, но насколько, по вашему мнению, увеличится добавочная стоимость этих монет, да, это как бы первый вопрос. 5% банковская гарантия это 5% годовых, в абсолютном выражении копейки получится. Да, теперь вы еще хотите создать экспертный центр, да. Вы сами правильно сейчас заметили, что вся экспертиза происходит сейчас по принципу. Все приходят к господину Щерякову, он достает из хранилищ предметы, сравнивает, да, потому что у него есть фактически все монеты, да, как бы... У них, по-моему, Константина только нет. Ну, Константина нет, кстати, Константинов не 5, а 8 или 11, да, то есть есть две вещи. Либо 8, либо 1, причем один из них там был куплен там за какую-то там, по-моему, запомнили он доллар. Было, по-моему, 4 монеты на старте, а потом еще есть один на воде. На эту тему я вам могу честно сказать, я общаюсь, я монетами занимаюсь лет 10 или 15, серьезно, да, еще в детстве. Вот, поэтому, когда уперся в цены там от 100 тысяч, да, я понял, что... От 100 тысяч рублей или долларов? Долларов, да. Да, я понял, что там вот была такая монета, 12 рублей продавалась, и когда было... 12 рублей стоит около 60 тысяч, это в самом отличном состоянии. Платиновая? Да, платиновая, да. Вот когда ее продавали там за 100, и аукцион, ну, это, грубо говоря, когда цены были чуть побольше, вот, и когда оказалось, что заключение на нее, оказывается, ну, как бы, ошиблись люди, да, то есть... И когда вы задаете себе вопрос, что, да, да, эксперты даже более такие вменяемые, да, подписали, я не буду говорить фамилии, да, то есть... Ну, они вам сказали, ну, не смогла я, ну, что теперь? Да, да, ну, понятно, да, тогда вопрос, а на основании заключения каких экспертов вы хотите страховать монеты? А официальных экспертов, два экспертных заключения против одного ошибочного, два экспертных, вернее, два заключения, говорящих о том, что заключение там Ивана Ивановича Иванова, оно и ошибочно, и мотивирует, почему ошибочно. Вот, я считаю, что это основание для того, чтобы получить деньги банки. Это очень важно, потому что нужно давать финансовые гарантии на их заключение. Без финансовой гарантии заключение-то ничто. Так же? А как вот, если вы говорите, что нет никакого права, которое регулирует антикварный рынок... А у нас даже понятия такого нет в законе. А как вы будете там в эти правовые рамки вписываться? Что-то изобретать? А зачем изобретать? Просто вот банковская гарантия? Нет, банковская гарантия для экспертных заключений, то есть обеспечивающая финансами заключение этого эксперта. А, предположим, происходит конфликт, да, кто-то вот купишь и не согласен с экспертными заключениями, как вам будет разрешаться конфликт? А только сейчас же мы над этим говорили. Человек идет к другим экспертам, который смотрит... Вот человек купил предмет у нас, вот с чего он возьмет, что предмет фальшивый, да? Вася сказал, хорошо. Вася кто? Эксперт? Пускай напишет это письменное. Петя сказал, пускай напишет это письменное. Два заключения письменных, опровергающие вот это наше заключение, являются основанием, чтобы мы считали, что прав Вася и Петя. Но вы же будете их рассматривать тоже, да, эти заключения? А зачем их рассматривать? Ну да, посмотрели, конечно, что это не фальшивка, что есть такие эксперты, и все. И все. А что еще? Интересно. А вы знаете, рынок экспертов, он очень узкий. Людей, экспертов с документами, на самом деле, очень мало. То есть у них у всех есть репутация, и у всех есть репутация. Если у человека нет репутации, если он экспертизу не выписывал никогда, то, на наш взгляд, это не эксперт. Понятно. А на чем вот аукционные дома делают деньги? Вот мы сказали, на одной продаже там неизвестного чего-то. Почему неизвестного? Ну, как сказали, что деньги делаются на одной продаже какого-то предмета, который... Нет, нет, я сказал, что большие деньги на этом зарабатываются. А маленькие? А маленькие. А аукционные получают, на самом деле, грабительский процент. Вот для меня, как для банкира. Они получают деньги и с продавца, и с покупателя. А какой процент? Разные аукционные дома по-разному, но, в принципе, все это в районе от 20 до 30-35 процентов. С двух сторон? Да. Не по 35, а вместе. А вместе, понятно. Но это большие деньги. Ведь у Кристи, особенно, там у них миллиарды официальные ежегодные обороты продаж. Легко посчитать 25 процентов. И они платят с этого налоги. Ну, наверняка. Они не могут не платить, потому что это же все открыто. Понятно. Сергей, а вот вы сказали, что вы поняли, что если кто-то придет на этот рынок первым, его организует, то практически соберет весь урожай. Пришло. А на чем вы собираетесь зарабатывать деньги? На правде. На правде. То есть вы будете привлекать клиентов тем, что, во-первых, дородить. Что у нас самое важное, уже, наверное, все понимают, что антиквариат – это прекрасный инвестиционный объект. Потому что он денег дает больше, чем процентные ставки по депозиму даже в России. Я считаю, что 20-25 процентов в такие неспокойные времена люди зарабатывают на этом. Но мы поговорим об этом после новостного перерыва. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. У нас в гостях Сергей Юнин, председатель сайта директоров Восточноевропейского антикварного дома. И разговариваем мы о рынке антиквариата. Вот как раз вы сказали по поводу доходности антикварного рынка. А как она со временем вообще изменяется или нет? Потому что был кризис с 8-9 года. И, по-моему, он даже затронул как раз и рынок высокого искусства. Он не мог не затронуть. Но ведь как только начинается колебывание доллара на международном рынке, доллары сразу начинают убегать. Куда они бегут? Швейцарский франк, золото, бриллианты, безусловно. И, безусловно, это антиквариат. Потом, когда люди вложились уже, денег нет. И антиквариат является прекрасным объектом для сохранения денег и для их приумножения. Потому что вот в штиль, когда спокойная экономическая ситуация идет в мире, то это 10-15%. Как только ситуация годовых. Он сам по себе. Но это даже, наверное, не антиквариат набирает, скорее доллар теряет. Так было бы правильнее сказать. Но это прекрасный объект, еще раз говорю, для инвестиций. И это уже многие знают. Но очень многие боятся фальшивок. Потому что российский, вообще антиквариатный рынок, и за границей, а у нас особенно, он наводнен фальшивками. Поэтому люди боятся фальшивок. И ставка создания, вернее, главным побудительным мотивом, один из главных побудительных мотивов для организации Европейского антиквариатного дома, как раз и было. Я хочу создать место, где безопасно. Я хочу создать место, где люди понимали бы, что здесь они, не хочется говорить жаргонное слово, не попадут на деньги. Потому что, первое, это заключение, которое они получают. А второе, люди не коллекционеры, прекрасно знают, что банковская гарантия. Тут нумизматы, если многие не понимают судьбу банковской гарантии. А люди, условно, с рублевки, это понимают очень хорошо. Когда это узнают, когда это поймут, вкладываются, безусловно, будут. Будут. А вот какая разница, скажем, на денежки купить слиток золота, либо нумизматическую монету? Нумизматическая монетка в кормлении поместится легко. А слиток золота его оттягивать будет, скорее всего, порвет. Ну, дело в том, что слиток золота, он же всегда будет стоить по стоимости золота, а монету могут на следующем аукционе уже по другой цене идти. Если монета стоит 1000 долларов, колебания могут быть 10-15-20%, да? Но это все равно, вот для сохранения денег она, ну, просто она меньше намного. Хотя монеты, к сожалению, воруют. Фарфор, стекло не воруют. Хотя по стоимости, вот недавно на аукционе Сотбиси, недели три, там у нас была аукцион в Париже, там продали статуэтку, Галле, да? Это 160 тысяч евро, одна статка, это без комиссии аукциона, это, значит, получается за 200 тысяч. Сопоставим, в принципе, по ценам. Ну, на следующем аукционе, она может уйти за 100. Может такое быть? Это очень маловероятно, потому что такие большие колебания, ну, они маловероятны, это, я не знаю. В истории такого не было. В любом случае, понимаете, чем хороший антиквариат, что его никогда не будет больше, его становится только меньше. Теряют, там, бьют, там, воруют, переплавляют. Антиквариата никогда не будет больше, поэтому колебания быть могут, но в итоге все равно она не будет. Редкая вещь будет стоить денег всегда. — То есть вы советовали людям, скажем так, попытаться в это вкладываться. — Почему попытаться? — Ну, уже, понимаете, начинают вкладываться в экзотику, там, винные коллекции, еще что-то, еще что-то. — Ну, это круто, винные коллекции. Но почему? Это тоже хорошо, потому что это тоже будет стоить денег. Хороший винок. — Подешеветь это разве не может? — Что? — Подешеветь разве это не может? — Незначительно. Не глобально подешеветь. Точно так же, как вообще весь рынок антиквариата. Он бывает, в Бетске бывают подъемы, в зависимости, опять же, от нашего главного эквивалента, да, доллара. Но глобально этого не может быть, потому что его, я не помню, кто сказал, например, сказали, что Земля — это тот товар, который никогда не будет больше. Вот антиквариат — это тоже тот товар, который никогда не будет больше. Поэтому я совершенно уверен, что... — Это логика, на самом деле, железная, потому что, да, нужно покупать все, что не может печатать Бернанке. — А логики железные, потому что это логики правильные. Я в конце прошлого года, у меня, по-моему, кстати, тоже на радио, на радио ФМ, по-моему, спрашивали о трендах в этом году. Я сказал, что трендами года будут, безусловно, нумизматика, безусловно, фарфор стекло на европейском, потому что эти прекрасные вещи прокладывают себе здесь дорога в России. Безусловно, книги, потому что их все-таки антикварные книги — это то, что людям помогает, как бы, вспомнить, что они читали когда-то. И среди антикварных книг — это, безусловно, прижизненное издание писателей-поэтов. И вино дорогой, да, это тренд, это собирают, и это будет увеличиваться, будет вкладываться еще больше. — Давайте возьмем телефонный звонок. Дмитрий, добрый день. — Алло, здравствуйте. Вот уважаемому гостю вопрос такой, конечно, повеселило его рассуждение об инвестициях, потому что, ну, когда банкир так говорит, хочется узнать о точках входа, точках выхода, доходности, ликвидности. — Стоп-лосс поставить, да? — Ну, это же инвестиция, а то это напоминает недвижимость в Испании в 2003-2004 году, когда закупать, и все будет только дорожать, а сейчас вот люди с ними сидят и ждут, когда это хотя бы тоже цену будет иметь. — Теперь уже не как же иметь-то. Иметь цену будет. В итоге иметь цену будет. Вопрос времени. — В итоге, да, когда, потому что, понимаете... — А это невозможно просчитать, так же, как сентября. — Можно понять, что истинные коллекционеры — это не коммерсанты. — Конечно. — Это для души. — Конечно. — А вы тут как-то вот пытаетесь нам рассказать о том, что как занятие для души, может быть стать... может иметь коммерческую жилку. Вот вопрос о ликвидности вообще. Ну, вот, допустим, куплю я некоторый предмет антиквариата, там, за 200-300 тысяч евро. Ликвидность его, как определить? Или нужно будет ждать, ну, как вы... — Система сделок по этому предмету, анализом системы сделок. — Анализом системы сделок в прошлом? — Конечно. — Ну, и насколько мне тогда будет что-то понятно о будущем? — Ну, на основании этого можно хоть какой-то прогноз сделать, потому что прогнозировать точно, вы же сами понимаете, невозможно. Тем более за 200-300 тысяч предмет, я не знаю, сколько раз он продавался, покупался до этого, это уникальные сделки, это уникально. Поэтому это в банке можно все просчитать, да, и за нас Центральный банк он все считает лучше, чем любой банк. Здесь это все только очень абстрактно. Ну, я так думаю. — А чем надо? — Есть вот коллекционеры, вы правильно задумываете, есть коллекционеры, есть инвесторы, да. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Инвестор вкладывает деньги для того, чтобы получить в итоге прибыль. Коллекционер собирает для своей души. Это тоже две большие разницы. Я очень долго собирал монеты, я собирал фарфор-стекло, хотя себя и коллекционерам не считал никогда, потому что я не коллекционер, я собиратель, скорее, вот я так делю. — А в чем разница? — Когда я принял решение, все-таки из этого сделал бизнес, я сразу все выставил на продажу, потому что на нашем рынке присутствуют игроки двух типов. Это или спекулянты, еще советской формации, да, и, к сожалению, со спекулянтским мышлением, или коллекционеры. Но ники, ни другие не смогут быть как-то системным игроком на этом рынке, потому что коллекционеры, они все-таки вкладывают в наполнение своей коллекции и получают, что там его аукцион, его магазин-то бег на месте, хотя коллекция капитализируется. Или спекулянты, которые не хотят просчитывать свою жизнь надолго. Ну так жизнь приучила, когда жили одним днем, поэтому и не могут просчитать, не могут более глобально что-то сделать. Вот, допустим, для меня загадка, ну не знаю, почему у нас в России ни разу не проводился аукцион по ювелирному украшению, не было такого ни разу. Мы сейчас делаем, вот у нас там должны в календаре аукционов, это запланировано, можете посмотреть, там по часам. Рынок огромная встреча, почему никто не делал, непонятно. Никто никогда не стартовал с одним долларом. Почему? Я вот не понимаю. Почему с 50% от цены можно стартовать, а почему нельзя стартовать с одним долларом? Не знаю, я ответа на вопрос не нашел. Никто никогда еще не делал, чтобы все предметы, продаваемые на аукционах, были с заключением о подлинности. Ни разу такого у нас не было, да вообще в мире, по-моему, такого не было. Ни разу никто не предлагал финансовое обеспечение на это экспертное заключение. Не знаю, почему. Вы апеллируете такими понятиями, которые скорее для банков, но в мире коллекционерных, вы же сами прекрасно понимаете, что это можно только гипотетически, виртуально. Здесь не просчитаешь этого точно. Но поэтому и по логике вещей так должно быть. А точно, когда это будет, через два года, через три, через год, невозможно сказать, но это будет. То, что вы свой предмет продадите по более дорогой цене. Но ведь смотрите, вот кипрский задний карман наших бизнесменов там отрезали, и поэтому это еще дополнительно говорит о том, что в Российский антиквариат должны пойти деньги. Не сейчас, так через несколько месяцев, через год. Сергей, а по вашему мнению, кстати, хороший был вопрос поднят. Какие принципиальные отличия рынка антиквариата, скажем, от рынка недвижимости? На ваш взгляд. Потому что недвижимость не унесешь. Это главное. А так, ну ведь любой, если доллар начинает колебаться, колеблется все. Сопоставить в каком временном интервале колеблется, ну, наверное, можно, опять-таки, естественно, по анализу прошлого. Точно так же, как и только по анализу прошлого можно сделать анализ на будущее по той или иной цене тех или иных предметов по антиквариате. Я просто все к тому иду. У нас, кстати, вот, вы знаете, очень интересно еще. Мы пытаемся это сделать, в итоге сделаем, конечно. У нас есть РБК, но нет РБК по антиквариату. Ведь рынок же, антиквариатный рынок очень большой, он разный рынок, да? Почему нет, непонятно. Есть там тематические, а вот такого общего нет. Рынок именно информационно-аналитический, потому что нужна аналитика. — Предложите Прохору, может быть, включит портал отдельный, сделает по антиквариату. Нет, серьезно, чтобы люди образовывались. — А так я это буду делать. — Чтобы просто люди образовывались. — Мы хотим, я буду делать, мы, вернее, хотим, а мы это делаем. Это очень непросто, потому что нужно, чтобы и аналитика была точная, да? И чтобы прогнозы были как можно больше приближенные к реальности. Но это, как вы понимаете, все равно сложно сделать, потому что не все от нас зависит. Точно так же, как цена акций «Газпромики». Иногда же это бывает явно, там, игра просто на понижение или на увеличение. — Ну, так на ней можно хорошо заработать и предсказать эту игру. — В антиквариате все то же самое, кстати. — Только там бидаск значительно больше в антиквариате, насколько я понимаю. — Что больше? — Бидаск, спред больше. — Намного. На уникальные вещи. Но, в принципе, все равно, допустим, опять, я несколько раз про Галли говорил. Но Галли — это тоже тренд, да? И который можно колебать. — Точно так же, как и акции. — Но тренд же, они зарождаются, потом заканчиваются. — Ну, колебать их можно вот так вот все равно. Это же все не так сложно понимать механизмы, как можно увеличивать и уменьшать цены на акции или на стекло Галли. Все то же самое. — То есть вы хотите стать таким кукловодом на рынке антиквариата? Ну, как есть кукловоды на рынке. — Вы знаете, у меня мои амбиции уже давно удовлетворились. Я не публичный человек, на самом деле. Я вот у вас только для того, чтобы сделать плюс для своего бизнеса. — Ну, поскольку вы стали, извините вас, проводить аналогии с рынком, у нас очень принято в своем рассуждании кукловодок. — Да. — Люди, которые постоянно теряют. — Мне это слово не очень нравится. Но, во всяком случае, я... — Ну, их нет, на самом деле. — Я по городской повару Рака, а все Раки, они, знаете как, они перфекционисты. Если что-то делают, они делают лучше всех. Я понимаю то, что нужно, потому что я понимаю, что то, что мы сейчас делаем, это очень нужно нашему государству. Ну, потому что это налоги. Это очень нужно людям, да, и это очень нужно человеку, который занимается это первым. Да, он заработает просто. Кукловод, не кукловод, но рынок нужна это все равно в какой-то системе. Он не может быть хаотичным, бессистемным. Это не дикий запад, мы уже все это прошли. Но вот единственное, что в антиквариате, на самом деле, какой-то слаженной системы, какого-то такого, знаете, ну... — Рыночной инфраструктуры, грубо говоря, нет. — Даже намека на это нет. И самое важное, что страдают люди, которые приходят или хотят прийти как инвесторы, или хотят прийти как коллекционеры. Им что-то продают, и на этом все коллекционеры или вложения закончились. Я пытаюсь сделать... Ведь у нас первым... Я первый, кто ввел дресс-код вообще на своих аукционах. Такого не было никогда, никто этого не делал. Я хотел сделать, совместить красивые мероприятия и интересный бизнес. Я думаю, что это возможно совместить, потому что я бы хотел, чтобы наши аукционы были событием, чтобы наши аукционы были красивыми. А красивые люди... Вот невозможно же облилили, у кого джинсы грязные, там, заношенные, хотя, может, это миллионер, да? Они... Некоторые дели там, пардон, дурно пахнут даже, да? И вот как вот это... Я... Поэтому я ввел дресс-код, мы, несмотря ни на что, не пускаем людей в джинсах. Мы купили там 50 костюмов, сейчас, наверное, еще у нас с одним долларом, я думаю, народ придет больше, наверное, костюмов 100 у нас будет. Мы людям просим переодеться. Да и рубашки тоже у нас есть, кстати. Галстыки не обязательно. И женщины тоже определенные требования. Не только по поведению, потому что вот я был на аукционах, где матом даже люди ругаются, да? Ну, это неправильно, где люди могут оскорбить аукциониста. Поэтому все такие, как бы, не писанные общественные правила, плюс еще дресс-код. Вот мы и выразили в правилах поведения на наших аукционах. Интересно. Серьезно, серьезно, честно. А как это, как вы думаете, это просто, как это повлияет, ну, на продажи? А пока негативно, потом будет позитивно. А почему? Потому что люди обижаются, что их не пускают в джинсах. Хотя мы везде об этом пишем. Ну, не хотят. Вот человек привык, да, он покупатель. Ну, я понял. Покупатель прекрасный, да, но чего изволить, это же тоже имеет какие-то свои рамки. Мы прервемся на новостной перерыв, оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Сергей Юнин, представитель сайта директоров Восточного Европейского Антикварного Дома. Телефон студии 84956510996. Звоните, задайте вопросы, мы обсуждаем рынок антиквариата. Ну, прервались мы на том, что все должны быть красивы и хорошо одеты. И вести себя по личности. Безусловно. И мы это прописали. На первом аукционе у нас некоторые люди уезжали домой, переодевались и приезжали. Некоторые ругались и разворачивались, уходили. Некоторые переодевались. Я понимал прекрасно, что на первом этапе определенная часть кредитуры, конечно, отобьет. Но зато у вас будет имидж и фишечка. Я смотрю вперед, я смотрю в будущее. Потому что в шахматы кто выигрывает? Тот, кто может хотя бы на один ход продумать, просчитать больше, чем его соперник. Я считаю, что у нас красивого мероприятия еще не было никогда на аукционе. Я хочу, чтобы это было красивое, интересное, захватывающее, увлекательное мероприятие. И честное мероприятие. Никаких резервов цен не было, никогда не будет. А вот с одним долларом, я думаю, что у нас 1 июня будет проходить на мизматическом аукционе. Это суббота будет. Причем я делаю вечером их. Я провожу, в отличие от большинства, не днем, потому что обычно это в 12 или в 13 часов начинается. Мы делаем в 16 часов. И я думаю, что на всех последующих аукционах цены наших предметов будут стартовать с 1 доллара. Потому что пускай рынок определяет. Где-то я потеряю деньги, где-то я наверняка выиграю. И я сам дрон, я буду понимать более-менее реальную цену продаж. Я думаю, что первый аукцион, мы даже вынуждены были ограничить количество участников очного аукциона. Мы ограничили количество в 150 человек. Потому что я думаю, что будет около 1000 человек у нас участников. Это, конечно, нагрузка будет на телефоны и на компьютеры. Причем я сам решил провести этот аукцион. Хотя буду сейчас учиться, это очень сложно. Там нужно очень быстро считать, очень быть внимательным. И я думаю, что аукцион будет длиться очень долго. 10-12 часов, я думаю. Много лотов, около 500. И будет бой за каждый из лотов. Не сомневаюсь в этом. А алкотестеры вы поставите? Пьяных людей не пускаем. Понятно. А вот, Сергей, тогда вопрос такой. Вот если бы к вам обратился человек, у него, скажем, есть 200 тысяч долларов. В какие бы сегменты рынка вы бы ему посоветовали инвестировать? Более для меня понятными. Монеты и западноевропейское фарфор и стекло. То есть ликвидные сегменты более-менее. И потом, если с монетами более-менее понятно, что это более системно, более просчитано или просчитывается, то стекло и фарфор западноевропейский только начинают пробивать дорогу на нашем рынке. Потому что массово еще ни стекло, ни фарфор не поняты и недооценены. Вот, допустим, мы месяца два назад проводили выставку в Царицыно, на котором назвали «Стеклянная рапсодия Галле». Посетителей было примерно 500-600 человек каждый день, две недели длилось. И прекрасные отзывы оставляли люди. И они начинают понимать, что это красота, это красиво. Красиво всегда, я думаю, о цене. И если на Западе... Потом у нас с некоторой задержкой приходит то, что уже в Европе и модно, и выгодно. У них фарфор и стекло уже дорогие, уже собираемые, более массово. У нас еще нет. Хотя все слышали там Мейсона, все слышали там Галлея Дом. Но еще собиратели в массовом еще не поняли этого. Поймут скоро. Вот здесь телефонные звонки. Василий, добрый день. Добрый день. Алло. Да-да, вы в эфире. Да. Я Василий Москва. Значит, я сегодня посетил Убербанк. От ничего делать посмотрел, значит, золотые монеты. Оказалось бы, что золотые монеты, три девятки. Австралийская, значит, российская, белорусская и австралийская. Разница, значит, тысяча, две тысячи, четыре тысячи рублей. Это можно как-то объяснить? Ну, я не Сбербанк, я цену там не назначу, я не знаю. Не знаю. Три девятки и золотые монеты. И? Вопрос-то в чем? Вес-то у них одинаковый. Ну, спросите у Сбербанка. Я не знаю логика, по которой Сбербанк... Нет, за грамм стоимость за грамм тысячи, две тысячи, российские тысячи, белорусские две тысячи, австралийские четыре тысячи. Я не знаю, почему так оценивали грамм Сбербанка. Ну, да, это нормальный спрэнк. Это нужно, наверное, спрашивать, да, некоторые золотым занимаются. А Сбербанк это... Умом России не понять, Сбербанк тем более. Понять его невозможно. Да, почта России и Сбербанк это нет. Александр, добрый день. Алло, здравствуйте. Алло. Да-да, Александр, только чуть-чуть потише. В дополнение тоже вопрос. Как собирается ваш гость? Я просто не понимаю. Вы стартовать с одного доллара, если монета золотая. У нее есть уже как бы какой-то стартовый вес этой монеты, если она отчеканена. Плюс, ну, хотя бы там 15 процентов за то, что она отчеканена, а не брусок это. Вот может он это объяснить вообще как-то? Легко. Спасибо. Поскольку мы продаем со стартом предметы, которые нам принадлежат, если я могу эти предметы подарить, значит, я могу назначить цену, которую я хочу назначить. Так же? Ну, вот и все. Вот ответ. Хозяин барит. Абсолютно. Просто нормальная пиар-акция совершенно. Ну, почему пиар-акция? Ну, все-таки один доллар-акция. А бизнес без пиара, сами знаете. Ну, который из себя... Вы знаете, вот этот маркетинговый ход, на самом деле, он повлек с собой то, что люди сразу узнали и сразу придут. Правильно. Ну, жадность — это не искренний человеческий порог. Помните, раньше, когда на пиарске крутили? Все же знали, что нельзя этого делать. Но почему? В какой-то песне есть очень хорошие слова. И думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть — это то, что бывает с другими. Да. Интересно. А вот вопрос. Вы не задумывались над тем, чтобы, скажем, создать какой-нибудь поево-инвестиционный фонд, который бы... Пока нет. В перспективе — да, потому что еще... Вы знаете, невозможно сразу заниматься всем. И общество коллекционеров... Причем такая ситуация смехотворная. Есть городские общества нумизматов, а всероссийского нет страны, да? Как-то... Общественно... Самый главный институт. Я сейчас все силы посвящаю созданию института. Потому что это самая необходимая и самая срочно необходимая вещь — создание института независимой экспертизы. Потому что борьба с фальшивками — это самое насущное, что и сейчас есть. Да и всегда, в общем, есть. Нужно это делать, нужно делать быстрее. Потому что... Вот не дай бог, что с Игорь Владимировичем Ширяком случится. Так у нас рынок... Ну, коллапс идет. То есть вы сейчас, грубо говоря, создаете рыночную инфраструктуру? Рыночную инфраструктуру для рынка. Мы на старте уже стартовали со следующим. У нас в одном месте собрано аукционный дом, магазин антикварный, хранилище. Лучшее хранилище в Москве, говорю, честно и смело. Нет таких хранилищ, потому что по степени безопасности и по климат-контролю, мы всем этим, по поддержанию определенной влажности, температуры, но нет такого. Опять же, антикварный ломбард тоже интересно, потому что у нас есть возможность, мы у людей честно оцениваем предметы, потому что мы работаем с экспертами, и мы очень быстро можем оценить рыночную стоимость и подлинная-неподлинная вещь. Сейчас в ломбардах, которых огромное количество, там сидит Иван Иванович, опять же, который, допустим, разбирается в монетах, но не разбирается, не знаю, в степени. Да, и он на всякий случай, просто так, минимальную цену, которую уже, даже и говорить-то неудобно, и люди отдают, а мы говорим честную цену, мы берем там 30% от честной цены рынка. Это, ну, это, с одной стороны, это для людей хорошо, это хорошо для нас, потому что, опять же, на честности тоже, честность это тоже того, как оказалось. Ну, репутация, она, как у любого банка, должна быть самая главная, на самом деле, в этом бизнесе. Переписная касса банка у нас в этом же месте, сейчас вот занимаемся институтом экспертизы и порталом информационно-действительным. И вы все это делаете в рамках существующих правовых отношений? То есть это все вам позволяет делать? Конечно. Не в том смысле, что у вас какие-то лицензии нет, нет, вопрос не в этом. Когда вы сказали, что нет правового регулирования этой сферы? Закона нет единого. Это так, у нас даже нет такого понятия в законе, как антиквариат. У нас как-то так написано, предмет, что-то вот... Стрины. Ну, то есть нет, антиквариат, это всеобъемлющий, это очень многогранный, как бы, вот вид бизнеса, к которому подходить надо комплексно. Потому что вот несколько лет назад руководство страны несколько раз слышало, когда говорили о том, что у нас только шоу-бизнес теневой, антиквариат теневой. Шоу-бизнес мы нашли, как бороться, да, там лицензийные площадки, на которых выступают. Понятно уже, как бы, сколько примерно с каждого концерта можно денег собрать. А с антиквариатом еще просто не занимались. Обязательно займутся. И я считаю, что вот мы первопроходцы, потому что у нас только 32 документа, которые предлагают наши юристы, всеобъемлющие, определяющие права и обязанности продавцов и покупателей. Здесь очень много нужно предусматривать и много что разрабатывать просто. Но опять, нужно все равно, федеральный закон, на основе федерального закона, он должен определять, кто как продает. Безусловно, мы никогда не уйдем, и это нормально, когда там Вася продает Петя. Но какие-то основные вещи определить необходимо, законодательные, федеральным законом. У нас есть телефонный звонок, Светлана, добрый день. Алло, здравствуйте, большое спасибо вам за передачу, низкий поклон вашему гостю. Единственное, хотела бы уточнить, вот еще раз повторите, фамилиями, отчеством, как найти его в интернете, и где какие будут ближайшие выставки. Очень интересно, большое вам спасибо. Сергей Юнин, председатель сайта директоров Восточноевропейского антикварного дома. Набивайте в гугле, он вам тут же выдает. Выставок проходит очень много. Вы набейте Восточноевропейский антикварный дом, у нас прекрасный сайт, и много что о нас почитаете. Выставки проходят регулярно. В сентябре будет проходить, ну, из тех выставок, которые я вот так знаю на скидку, у нас в сентябре будет аукцион, в конце сентября, искусство антики, античное искусство. И, соответственно, перед этим будет проходить, значит, в начале сентября выставка по антике. Это огромный, интереснейший пласт истории антиквариата. А ближайший аукцион у нас будет проходить 1 июня. Это монеты, ордена и медали. Ответили, нет? Я думаю, да. Я тоже думаю. Забивайте в гугл Восточноевропейский антикварный дом, и вам выдают тот же сайт. Я так и узнал, что это за дом. Очень просто. Мы живем в эпоху интернета пока, его еще не закрыли. Могут? Могут. Есть основания предполагать? Есть. Ну, понимаете, информация распространяется слишком быстро, народ что-то стал быстро умнеть. Страшновато, да? Ну, кому-то, наверное, да. Наверное, думаю, скоро... А вы как считаете, кстати? Вы знаете, я считаю... Интернет это зло или добро? Добро. Я считаю, что безусловно, добро, к сожалению, обездушивающее людей. Но всегда у каждой цели, вернее, у каждого хорошего есть что-то плохое. Ну, мир же он философский, он двуполярец. Добро зло, белое, черное. Безусловно, интернет, добро, потому... Это зло для... Вот знаете, так интересно, опять же, про дилеров антикварных. Как только интернет начал прогрессировать, очень многие негативно к этому отнеслись. Потому что они поняли, что их покупатель уже может быстрее определить реальную цену, да? Люди становятся умнее, информации больше, и она быстрее получается. Конечно, это плюс. Но обездушивание — это минус. Ну, а в вашем бизнесе какой это минус? Интернет — нет. Вы знаете, на самом деле, тоже большой. Потому что красивый предмет может купить человек не только расчетливый, но человек еще и с душой. Потому что все-таки люди, покупая что-то, они даже бездушные. Люди все равно не хотят, чтобы это нравилось. То есть элемент души, он должен присутствовать. Я знаю, в Америке проводили эксперимент, из 10 человек, которые в этом эксперименте участвовали, 9 не смогли простейшего устного счета, не знали. — Ну, это нормальная, к сожалению, сейчас нормальная ситуация. — К сожалению, да. К сожалению, в интернете есть оборотная сторона, как у всего хорошего. Люди с интернетом разговаривают, да? Они читают книги в интернете. — Общаются в интернете. — Читая интернетовскую книгу по интернету и читая ее вживую. — Это разные вещи, абсолютно. — Абсолютно. — Я не могу интернет читать книги. — То же самое. Как-то нет души. Он бездушный, бездуховный. Вот русские люди, мне кажется, это самая такая духовная нация. У нас ранимая душа, у нас тонкая душа у русских. — Тонкая, ранимая душа. Ну, у всех такая душа, по большому счету. Люди-то, в общем-то, все... — Ну, как-то нации есть свои национальные особенности. — Есть, но вот я заметил в метро, народ все меньше и меньше читает книги. В основном сидят с этими планшетами. Все-таки перелистывать книжку, это, конечно, интересно. — Поэтому ностальгия, и люди все больше и больше покупают антикварных книг. — Кстати, может быть, поэтому, да. Причем, знаете, вот очень интересно еще, мы начали арт-проект «Победа как связь времен». — Спасибо, Сергей. К сожалению, время наше проголомое стекло. У нас в гостях был Сергей Юнин. Прощаюсь с вами. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр!